В марте 2015 года в компании Алроса было принято решение начать разработку и освоение нового верхнемундского месторождения. Причем на объекте решено построить лишь горнодобывающий комплекс. Обработку руды производить на обогатительной фабрике номер 12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. Доставлять породу в Удачной решили автопоездами и самосвалами по круглогодичной автодороге, строительство которой это одна из ключевых задач для удачнинцев на текущий год. Об этом во время рабочей поездки в Удачной говорил первый вице-президент, исполнительный директор акционерной компании Алроса Игорь Соболев. Строительство автодороги к верхнемундскому месторождению началось 1 ноября 2015 года. Дорожники отсыпали трассу с крышной породой из трубки зорница. Ее доставляли автосамосвалами, катерпилар, далее с помощью бульдозерной техники Мирненского управления автомобильных дорог производилась грунтовка поверхности. Один из первых, кто причастен к этому строительству, которое долго планировалось, хотелось строиться. Не знаю, построим, будем надеяться, что все получится у нас, будем стараться. Трепет в душе, что это самое первое долгожданное, долгосрочное, так скажем, строительство, начало всего этого. Есть такой небольшой мандраж в душе, так, чтобы вовремя сдать объект, чтобы без срывов, по плану все происходило. Есть небольшое волнение. Это обычно в начале идет строительство, дальше уже, как по накатанной пойдет, уже будет полегче. Работа нас кормит. Ну, я рад, что первый. Что еще могу сказать? Гордость есть. На сегодняшний день отсыпано 23 километра автодороги. Из них 12,5 километров специалистами Удачнинского горно-обогатительного комбината. Сегодня работы ведутся двумя направлениями. Со стороны Удачного работниками участка номер 6 и со стороны месторождения силами специалистов участка номер 7 Мирницкого управления автомобильных дорог. То есть, навстречу друг другу. Чтобы ускорить процесс, было решено сделать два вахтовых поселка. То есть, идти друг другу навстречу, чтобы можно было использовать по максимально это автотранспорт. Потому что, если работать с одного месторождения, будут проставить автомобили на погрузки, на разгрузки. Решение было принято создать два поселка и работать с обоих сторон. Отсыпка идет самосвалами КАМАЗ отечественного производства. И еще имеется дорожная техника. Это бульдозера импортного производства КАМАЦУ Д-65. Три единицы у нас получается КАД-9 и КАМАЦУ-275. Это большие бульдозера, которые стоят в карьере для рыхления грунта. Отсыпка производится известковой породой, вывозимой из карьеров. Всего на протяжении трассы, а это около 170 километров от нулевого до месторождения, сформировано 7 карьеров. При отсыпке применяется современная технология с использованием геополотна. Подобный опыт уже применялся при строительстве автодороги на Ямале. И, как утверждают специалисты, довольно успешно. Сделали лесосвод, потом была выкорчевка пней, затем выравнивание поверхности под геотекстиль и затем мы начали ложить геотекстиль. Геотекстиль – это структура полотна, которая не дает разморозки грунтов и, соответственно, удерживает вечную мерзлоту от оттаивания. Почему было принято решение использовать этот материал? Ну, так как у нас местность болотистая и вечная мерзлота, сами понимаете, что если будет погода летом жаркая, то будет процесс оттайки большой. Дорожники работают круглосуточно. Для комфортного отдыха рабочих создано два мобильных вахтовых поселка, которые соответствуют всем современным требованиям. В поселке есть спальные корпуса, столовая, баня. Со всех участков, которые мы были в тех переоружениях для работ, в карьерах, выездных таких мероприятиях, со всего МОАДа, со всех участков собрали вот эти все вагоны и пришлось разделить напополам и сделать два вахтовых поселка. Горячее питание по договору мы получаем в Тормуса, столовая у Дачинского ГОКа. Качество питание. Пока не жалуются, довольны. Сейчас, получается, находится баня, находится столовая и вот остальные все жилые вагоны. То есть шесть жилых вагонов. Водоснабжение поставляется, вода каждый день. Приезжает вот на данный момент, сейчас вот приехала водовозка, так поставляется. Электроснабжение у нас стоит дизельная станция, заправляется и все водогоны подключены к ней. Привозное питание. Раньше выдавались сухпои недельные, сейчас питание привозят. Ну и как бы у каждого есть и как бы свои, то есть закупки. Изначально, как создавался сам поселок для строительства, обеспечение водой было налажено, была привезена баня, столовая. Сейчас организовывается горячее питание людей. Дело в том, что до этого выдавалось сухим пайком, но не из того, что руководство не может этот вопрос решить. Дело в том, что перемещение людей очень большое было. Вот сейчас люди закрепляются за участком, составляются графики, то есть правильные графики работы людей. Ну я скажу, что руководство очень много внимания уделяет тому, чтобы люди работали. Выдавали сухим пайком поначалу, теперь организовано горячее питание. Да, оно привозное пока, но я думаю, что руководство в силах решить, да и мы здесь на месте, эту проблему. На данный момент в поселке проживает 60 человек, места все заняты, люди в работе, вы сами это видите. В ремонтной базе у нас полевые условия, техника выезжает на ремонт на участок, когда ее невозможно здесь сделать в поле условиях. Но полевые условия отличаются от условий любых других работ, тем, что они полевые и всегда возникают сложности. То есть вы технику ремонтируете прямо здесь на месте, да? Да, нам руководство МАДА и руководство СУ-4, оно относится к этому очень серьезно, потому что это, на самом деле, очень удаленный участок на нашем направлении, это самый крайний участок. И сюда у нас есть лесаря, есть сварщик. Ну, те работы, которые можно выполнить в полевых условиях, они выполняются. Разработка данного месторождения – это дополнительный доход в копилку компании. Объемы добычи вскрышной породы, как утверждают специалисты, здесь довольно большие. В будущем планируется рассмотреть вопрос о создании подразделения комбината, которое и будет производить и контролировать всю работу на объекте. А это еще дополнительные рабочие места. Строят автодорогу инженеры и рабочие не только из Якутии, но и со всей страны. Было решение принимать со всех улусов, а именно с Оленевского улуса. У нас идет подпитка дорожных рабочих и водителей, и со всей Южной Якутии. Город мирный, Ленск, Удачный, Айхал. Ну, то есть со всех Сунтары у нас есть, Нюрба приезжают люди. Ну, то есть на вахтовый поселок приезжают, на вахтовый метод работы приезжают, отовсюду и работают. ИТР работает по месяцу, а водители-механизаторы на 56 дней. Потом межвахтовый отдых у них месяц, потом принимают обратно на работу, и они опять приезжают работать. По каким специальностям в основном трудоустроены люди? Это дорожные рабочие, водители, механизаторы, машинисты бульдозеров, катков. Ну, такие востребованные самые дефицитные профессии, которых очень мало. Люди работают практически в центральной и западной Якутии у нас здесь. Вот дорожные рабочие у нас в основном это представители Оленевского района, водители у нас есть Алданского района, Мирницкого, ну и нашего, естественно, Мирницкого района. Ну, людей много. Есть люди из Бурятии, специалисты, я имею в виду, там у нас узкого профиля будем называть, машинисты. Я считаю, что этому, кстати, вопросу руководство МОАДа уделило очень много времени. Народ подбирается. Ну, конечно, не все сразу получается. Это все-таки, будем считать, что это начало и, как говорится, первое движение в направлении МУМИ. Но оно есть. К этому эпохальному событию много людей причастны. От создателей проекта, до тех, кто его осуществляет. Я считаю, что это нужное дело и для компании, и для республики, ну, для России в целом. Поэтому я не думаю, что это как-то канет в лету, в будущем. Мы сделаем это дорогу. Некоторые люди даже, как бы, и говорят, что хорошо, чтобы сюда попали, то есть работа есть, конечно. Некоторые, бывало, ходили, не могли найти работу, да. На данный момент, когда начала строиться дорога, начали набирать, допустим, людей. То есть на технику, на дорабочих, допустим. И ребят, то есть приобрели работу. Это механизаторы, водители, дорабочие. Это слесарь, слесаря, то есть, да. Ну, как бы, вот, мастер, я как мастер строительного участка 4-го. У нас есть человек службы безопасности, по службе безопасности. Ну, и как бы, все. Остальные у нас, ну, я могу много перечислять, какие у нас есть, то есть, там, и есть костеляны, допустим, уборщицы есть. То есть, ну, много. На данный момент, вот, я перечислю, кто у нас здесь есть. На сегодняшний день все работы выполняются согласно утвержденного графика, даже с некоторым опережением. Материал завезен, геотекстиль в полном объеме почти завезен. Сбоя у нас нет, по георешетке сбоя нет. Также по гофрированным трубам мы начали собирать уже трубы гофрированных на шестом участке для укладки искусственных сооружений. И 530-я труба тоже в большом объеме завезена. То есть, сбоя в этом у нас нет. Объемом по участку Муада, который мы отвечаем, уже выполнено на 60% по отсыпке. Надо отметить, что нормы перевозки данной техникой, переработки объемов, они выполняются. Ну, пытаемся мы, пытаемся. Мы даже не пытаемся. Мы делаем все для того, чтобы они были выполнены. Завершить строительство автодороги планируют в 2017 году. После чего и начнется освоение Верхнемунского месторождения. Выход на проектную мощность запланирован на 2019 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok